друзья всем привет ну вот спешу представить наш новый проект заказал человек из ростова на дону по моему вот такой вот погрузчик телескоп вот сделали ему полностью самодельный за исключением мостов двигателя и так далее все полностью конструктив кабинами все 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 наш в общем сделали в таком цвете человек попросил покрасить поставил такую задачу чтобы было отопление в кабине чтобы было тепло в общем что смогли то сделали это самодельная машина машина сложная машина получилась тяжелая очень тяжелый вес ее не знаем приличный вес колеса пришлось накачать по два очка чтобы они не сминались потому что полтора они уже такие в лепешку в общем сделали такую оптику поставили света много всегда свет дорогой здесь у нас задний свет поворотники тоже задний свет задний дворник присутствует в общем мосты мтз 82 передние мосты они с блокировкой колеса тоже энтузовские колеса нортек барнаул почему такой вот капот получился труба назвали ументис в общем сеточка все там как надо тут тоже радиатор стоит небольшой поэтому сделали принудительное охлаждение не доделали еще осталось сделать это вот чешую поставить ему обмотку сюда на шланги и там сзади установить просто вот выскочили показать с этим погрузчиком еще идут виллы и идет мобур бур в общем сделали шнек заказал шнек 400 но его сделали в общем небольшого объема такой то есть не по всей длине двухметровый он заказал и в общем сделали позже покажем ковш сделали вот такой ширина ковша 2 метра вес сюда большой войдет задача была такая чтоб подымал тонны в общем на короткой среде конечно он тонну должен поднять позже тоже продемонстрируем за счет того что сроки поджимают не стали мудрить с рулежкой там крабовых вот такой сикой сделали просто след след человеку надо на стройке работать в общем также у нас сделан быстросъем быстросъем гидравлический то есть с кабины выходить не надо одели все защелкнуть ничего не болтается все плотненько все отлично также присутствует габаритные огни повороты это наш ближний свет дальний свет стоит также здесь стоит тоже на лбу у него дальний цвет на стреле стоит камера качество 5к ну в 4к 5к работ камера смотрит в ковш очень такая опция но это наши как бы ништяки моего человеку дарим такие ништяки также стоит камера заднюю тут она находится она забронирована и железки фары заподлицо утоплены в металл металла много здесь сзади петля для телеги также для подъема для ну в общем выглядит он вот так человек попросил его сделать невысоким клиренс здесь 220 миллиметров самым по себе низенький он вообще смотрел наш красный погрузчик на гусеницах но вот решил заказать такой то есть мы с ним поговорили и решили что сделаем вот такой ему надо настройку телескопом вообще не помешал телескопы одни из самых дорогих погрузчиков кабину делали проектировали гнули все сами вручную открывается дверка вот так закрывается как иномарка и годы то есть отлично также есть такой вот ключ он открывает капот идемте посмотрим что у нас стоит под капотом открывается капот таким образом сделано так что надо открывать двумя руками там стоят и газлифты и они сейчас в этом положении они прижимают капот то есть капот сразу не поднимается то есть надо его помочь поднять руками все это попробую сделать вот второй рукой шума вот с этого где-то момента вот он начинает подниматься сам сделано это для того чтобы капот если вдруг крючок откроется он не открывался потому что режим работает в ту сторону и как бы придавливает сам капот капот выглядит и так двигатель один нзфе коробка автомат новый аккумулятор поставили новые фильтра новые масла везде залили радиатор стоит единственные вот здесь неприятность это то что надо чтобы залить жидкость радиатор посол мы заливаем антифриз не берем это сол открутить этот болт поднять сам этот шланг потому что разместить вот здесь то есть не залить не удобно и и намешается капот вот такое решение пришлось сделать ну а так в принципе все отлично закрывается тоже как иномарка все замкнулся открыть невозможно ну в общем вот хочу выставить на ваш суд что скажете сейчас еще сниму видео внутри кабины как смотрится ну вообще такой достойный погрузчик я считаю он не маленький на самом деле ширина его больше двух метров высота там два метра у него такой он устойчивый достаточно должен быть полностью стрела нашего производства сами варили сами делали в кабине значит у нас здесь поскольку коробка автомат ставили здесь ручник но решили его убрать потому что мешает здесь задевал когда поднимаете ставите на ручник в кабине шеркал об этом надо было сдвинуть сиденье ручник куплен спортивного автомобиля для дрифта там для чего их используют в общем такой дорогой ручник но его убрали поскольку коробка автомат ручник здесь можно ручником не пользуется коробка встает в самоблок педаль газа в общем лючок для обслуживания шлангов проводки тогда стоит дорогая музыка стоит 12-дюймовый такой очень дорогой гаджет здесь в общем он показывает камеры переднюю заднюю у него масса программ микрофон две симки тут стоят флешки ну и всякие там еще какие-то штуки короче в этом не особо силен в общем поставили джойстик температура двигателя и топлива уровень топлива здесь у нас зарядка прикуриватель так называем ну в общем нужно так сзади у нас здесь дворник включается там и свет чтобы горело надо включить сжигание в общем в кабине находишься так здесь у нас дополнительная линия вот у нас вдох линия это у нас я могу лево-право вращение а это у нас замок то есть вот этот рычаг рычажок это замок он нажимается просто вниз либо вверх он без фиксации на ему бур фиксации в общем видимость хорошее стекло признаваться еще не протерли же не протирали на так выехать ну вообще видно он до куда спокойно сидишь тут видимость тоже хорошие все видно везде зеркало заднего вида это зеркало надо наклонить маленько ну и чуть-чуть наверно повернуть тоже все видно плюс тому же есть камеры получить можно я не знаю что я еще сам не лазил в эту систему качество очень хорошие динамики вместе с этой вошлись почти 50 тысяч как называют это не магнитола это какой-то в общем сюда можно установить различные программы программы крена скорости движения в общем всякие джипс навигации так далее все у него здесь есть есть даже вот youtube канал хотя он подключение к интернету в общем экран большой он на глазах в принципе его видно также здесь установлены на топитель 2 на переднее стекло один сюда ходит и вот подруг у него три положения надо включить выжигание пичка работы первое положение кабине очень тепло также установили отдельную кнопку вывели вентилятор для того чтобы не стали подключать вентилятор двигателя потому что радиатор не родной он поменьше объемом и чтобы работать спокойно можно его всегда в этом включать вот он работает слышно ну а также здесь включается задний ход свет задний задним ходом не стали делать что пикалка замучивает настройки где-то работать можно и у них включается так в принципе не страшно можно включить при этом горит задний свет и сигнал заднего хода также включается камера задних ну вот интернета нет гаджет дорогой очень дорогой я еще не знаю как он пользуюсь в общем вот такой погрузчик получается музыка хорошая динамики очень качественные не сильно громкие но очень хорошие ну в общем так же у нас каретная стяжка здесь все свет хороший сзади здесь освещает у нас на красником таком джойстик работает то есть на джойстике есть две кнопки этого движения за движение стрелы и в общем на себя это подъем от себя это опускание ну и также выворот ковша и заворот ковша в общем также работает у нас омыватель стоит форсунка на фаре она брызит прям на стекло ну и дворник передний включается здесь тоже два положения у него работает также работают свет сейчас продемонстрирую там поворотники горит как горит свет днем конечно не видно вот смотрите включим зажигание сейчас продемонстрирую как будет горит немного задевает за железо потому что стекло узкое но другого как бы сделать мы не смогли также сейчас покажем как у нас получается поворотники поворотники такой бегающим сзади у нас тоже бегает а этот поворотник просто горит что она не бегает орлюшку ставить не стали что релюшка ее не потянет не увидит также у нас горит спереди подсветка сейчас поворотник выключим там загорится подсветка горит уже подсветка спереди то есть это как габариты ходовые огни сейчас включим ближний свет включили вот да включили ближний свет свет дорогой фары очень дорогие хорошие качественные светят обалденно уверен что ночью будет видно отлично ну и также еще можно включить дальний свет светится все лоб светится у нас потом стрела светится светится те фар ну света очень много вы знаете что я свет люблю хороший наездился свое время на технике без света абсолютно поэтому мне света всегда мало было теперь оставлю света много человек ждет свой заказ но нам придется еще поменять ему гидро насос потому что у нас не bright 15 лошадиных сил всего всего лишь один nzfe который 110 лошадей по моему он там и насос большой насос работает один двум с половиной насос стоит тандем меньше 32 очень тяжело даже при низких нагрузках ему тяжело будем менять насос в общем запускается здесь также можно установить тахометр на этот на эту магнитолу можно сделать много чего коврик положить мы не стали потому что мешается немножко еще нужны доработки по стройке оборотов двигателя но мы сейчас сделать это не будем потому что надо поменять насос в общем здесь у нас расположены два бака это масляный бак я пометил ойл масло а с этой стороны у нас бензобак пометил бензин то есть все так в принципе нормально надежно баки проверены под давлением варили сами металл пятерка баков внутри восьмерка то есть в коробе из восьмерки очень такая надежная вещь я не думаю что с ним что-то произойдет сейчас попробую запустить ну подниму во всяком случае стрелу сегодня один снимать некому вот подниму стрелу покажу высоту атак потом подниму вытащу телескоп потому что я думаю что это очень интересно так поднял я стрелу не вытаскивая телескопов в общем вот такая высота я еще и не знаю сколько здесь мы не мерил если честно смотрится телескоп в общем я считаю нормально высота уже прилично то есть работ можно уже если высыпать уже тут где-то два с половиной метра до нижней кромки будет то есть сейчас покажу с вытянутой стрелой так а вот ребята погрузчик с вытянутой стрелой так не передашь конечно какая тут высота ну понятно что это наш первый телескоп высоту большую делать не стал я попробую для сравнения отойти подальше чтобы понятно было высоту ну в общем вот такая высота получилась высота я думаю не маленький все равно нормально для стройки вот куда-то подать на второй этаж что-то но опять же не знаем какую какой вес он сможет поднять при вытянутой среде потому что очень большой рычаг очень большой рычаг получается сейчас попробую снять сверху и вот я залез наверх стою сверху и уж все равно высоко вот моя голова создата по уровню по шланге по эту загибулинг надо попробовать залезть на сам цех цех у нас три с половиной метра примерно вот залезть туда оттуда снять попробовать так ну вот я стою на цеху мой рост где-то метр семьдесят два ну и вот я как раз по стрелу голова у меня в общем вот такой погрузчик в общем сейчас задвину опущу стрелу еще немножко сниму и буду выкладывать на ваш суд так ну вот я опустил стрелу стрела ложится здесь на резиновые отбойники задвинута она полностью кож завернуть полностью ковше можно возить свободу сделал такое плечо это сам я проектировал его ну в общем выворот хороший даже на самой большой высоте то есть максимальный подъем максимальный выворот и будет выгружаться и при опущенной стреле транспортировки груза он будет вот так вот поднят этот его максимально завернут он можно будет возить секущие грузы вот что касается ковшах ковш большой на самом деле сюда я говорю я не знаю сколько не замерял сколько кубатура у него но он большой поэтому сюда гравия накидать можно больше тонны я думаю на самом деле потому что у нас даже маленький ковш он пол тонны полный здесь ну по объему больше ну раза в два два с половиной в общем но считая что погрузчик получился неплохим он еще конечно не до конца получился надо еще его поделать немножко также вот это вот дополнительная линия брест эти на доп линию на щетку там еще куда-то с той стороны брестка на дренаж шланги дорогие ставили ну в принципе ни на чем не экономим делаем в целях рекламы ну что все хорошо работало конечно конструкции новое для нас очень тяжело делается очень тяжело идет то есть нет не так как по накатанным когда вы уже делали сделать два три четыре пять уже конечно будут это навыки по ней так далее облегчится труд ускориться процесс а пока пока так все тяжело делать наверное такие делать больше не будем большие проекты наших условиях видите да где мы работаем на коленках самоделки такие делать очень тяжело люди конечно думают что это все легко и просто но я скажу на производстве даже но не делают такую технику вот такого качества наверное как мы делаем конечно мы делаем на коленках что-то берем кита узлы агрегаты покупаем сами придумаем как это работает до в процессе там длительной эксплуатации никто не знает пока да ну стараемся сделать чтобы это все было доступно ремонтопригодно ну и работала долго все таки допустим я посмотрел перед тем как делать да что делать на скользунах стрелу кстати она у нас сухая сейчас выдвигал задвигал сухую стрелу есть какая-то сухая смазка черная но это сам заказчик обязательно пусть помажет там или солидолом и ничем вы знаете что я смазку тут не люблю она марается течет и так далее грязь тут все такое но он захочет сделать помазать пусть мажет вообще я бы сделал все на подшипниках я люблю подшипники все это работает все аккуратно держит большие нагрузки выкатывается руками замечательно но сделал как все делаю посмотрим что из этого получится погрузчик этот делаем в целях рекламы как всегда знаете чтобы развиться чтобы сделать два шага вперед приходится иногда сделать шаг назад то есть если человеку не понравится я думаю он его продаст легко или мы его продадим просто данные машины одни из самых дорогих вот именно телескоп погрузчик телескопических один из самых дорогих тем более этот по сути до компактный хотя вес у него большой то есть вес здесь металла просто огромное время для меня погрузчик хотя он смотрится как мини то есть человеку нужен был мин но колеса я люблю большие колеса вот такие получилось сделать на таких колес кабину тоже мне нравится такое решение именно дверки стекла все здесь наши шарниры все сами полнофи сами себе мне кажется сама кабина очень теплая на самом деле вчера запускал печка теплом дует хорошо о цвета много вот этой лампы вполне хватает кабине видимость отличная обзорность отлично удобно сидеть ну конечно не так как большой кабины но все равно в принципе работать здесь но не то что можно более-менее комфортно если надо следить за включением или выключением вот этого вот рычага ограничитель не сделали какой-то фиксации не сделали чтобы тут сегодня выезжали машины работают под нагрузкой сейчас обратил внимание что это было включено то есть у нас бы резки давила гидравлик но этого делать нельзя поэтому надо следить за всем этим но это все в процессе работы в процессе эксплуатации придет что мы машины только делаем но и тут немного испытываю по-настоящему работать но никто нам не позволит на заказать машину и работать по-настоящему на ней естественные машины которые мы делаем для себя мы их испытываем по полной и это очень нравится и машины получаются очень отличный очень хорошие которые делаем вот именно для себя мы их испытываем не потому что мы для себя их делаем потому что они вот такие получаются поэтому конечно хорошо когда машина выходит удачная когда вот заказчика она радует позже охота показать будет как он ездит как он двигается скорость я думаю здесь большое не будет но редукция хорошая силы будет много поэтому единственное надо сейчас убрать большие насосы поставить их меньшего объема и будет тогда все работать вообще отлично пока двигателю тяжело будем менять еще живем такой местности вот серьезно говорю вот говорят да любите свою родину вот любим какая есть а нет ни хрена вот красноярск у нас вчера обыскал весь интернет обыскал тандемный насос у нас здесь тандем стоит они одни из самых дорогих насосов то есть у нас здесь спареные нш-32 там где мы берем просто денег бешеных стоит короче нш-14 забрали в магазине цена его было 38 с копейками это тандем нш-14 нш-32 там в два раза дороже стоит но суд не в этом сейчас нам надо его поменять а их просто нет могу найти у нас красноярск а заказать откуда-то это надо ждать а пока они запустили двигатель пока не попробовали всю эту систему до сказать с точностью нельзя будет работать не будет как будет работать то есть на данный момент с этим мотором работает тяжело ну будем менять потом покажем видео как он двигается как подымает как выгружает и так далее так что всем пока подписаны наш канал ставьте лайки пишите на ватсап всем пока